Я хочу начать программу на шоу с очень хорошего стихотворения Сергея Аверинцева. Что нам делать, рыбуни? Что нам делать? Пять тысяч взалкавших в пустыне, а у нас только две рыбы, а у нас только пять хлебов. Но ты говоришь, довольна. Что нам делать в час посещения, где престол для тебя, где пурпур, только ослица с осленком, да отрики, поющие славу. Но ты говоришь, довольна. И ереи, и ереи наш великий, где же храм, где злато и ладан, у нас только горница готова, и хлеб на столе, и чаша. Но ты говоришь, довольна. Что нам делать, рыбуни? Что нам делать? На тебя выходит с мечами, а у нас два меча, не более, и поспешное Петрово рвенье. Но ты говоришь, довольна. А у нас мы и та, и морок, и порывы, никнущие в туне, и сознание вины не ключины, и лица, что стыд занавесил, и немощь без меры, без предела. Вот что мы приносим и дарим, и в твои полагаем руки, но ты говоришь, довольна. Евангелие от Марка, глава 10. И оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет. Тогда подошли к нему сыновья Азии и Деревы, Иаков и Иоанн, и сказали, «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им, «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему, «Дай нам сесть у тебя, одному по правую сторону, а другому по левому, в славе твоей». Но Иисус сказал им, «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечали, «Можем». Иисус же сказал им, «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. А дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, а кому уготовано». И, услышав, десять начали негодовать на Иаква и Иоанна. Иисус же, подозвав их, сказал им, «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют над ними. Но между вами да не будет так, а кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою, и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Приходит в Иерихон, и когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус на заре, он начал кричать и говорить, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще больше стал кричать, «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого, и говорят ему, «Не бойся, вставай, зовет тебя!» Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил, «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему, «Учитель, чтобы мне прозреть!» Иисус сказал ему, «Иди, вера твоя спасла тебя!» И он тот час прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Евангелие от Иоанна, глава 12. За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерек, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с ним. Мария же, взяв фонд нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его. И дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал, «Для чего бы не продать это миро за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же он это не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. И Иисус же сказал, «Оставьте ее». Она сберегла это на день погребения моего. Ибо нищих вы всегда имеете с собой, а меня не всегда. Многие из Иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из Иудеев приходили и веровали в Иисуса. Иисус же сказал, «Для чего бы не продать это миро за 300 динариев и не раздать это миро за 300 динариев и не раздать это миро за 300 динариев. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Глава 11 Когда приблизились Субтитры создавал DimaTorzok Иисус Иисус Субтитры создавал DimaTorzok Иисус Субтитры создавал DimaTorzok Многие же постелали одежды свои по дороге А другие резали ветви с дерев И постелали по дороге И предшествовавшие И сопровождашие Восклицали Ассанна Благословен грядущий во имя Господне Благословен на грядущие во имя Господа Царство Отца нашего Давида Ассанна Вышних И вошел Иисус в Иерусалим И в храм И осмотрев все Как время уже было позднее Вошел в Вифанию С двенадцатью Евангелие от Иоанна Глава 12 На другой день Множество народа Пришедшего на праздник Услышав, что Иисус идет в Иерусалим Взяли пальмовые ветви Вышли навстречу И мы восклицали Ассанна Благословен грядущий во имя Господне Царь Израилев Иисус же Находя молодого осла Сел на него Как написано Не бойся Дщерь Сионова Се царь твой Бредет Сидя на молодом осле Ученики его сперва Не поняли этого Но когда прославился Иисус Тогда вспомнили Что так было о нем написано И это сделали ему Народ, бывший с ним прежде Свидетельствовал Что он вызвал из гроба Лазаря И воскресил его из мертвых Поэтому и встретили его Ибо слышали Что он Сотворил Это чудо Сотворил 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Евангелие от Иоанна, глава тринадцатая. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечера, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать Его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу уходит, встал с речей, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, который был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему, «Господи, Тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ, «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Петр говорит ему, «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему, «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Симон Петр говорит ему, «Господи, не только ноги мои, но и руки, и в голову». Иисус говорит ему, «А мы-то ему нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты». Но не все. Ибо знал он предателя своего, потому и сказал мне, «Все вы чисты». Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возвлекший опять сказал им, «Знаете ли, что я сделал вам?» Вы называете меня учителями Господом и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я делал вам. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Не о всех вас говорю, я знаю, которых избрал. Но да сбудется Писание, ядущий со мною хлеб поднял на меня Петру свою. Сказав это, Иисус взмутился духом и засвидетельствовал, и сказал, истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня. Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о ком он говорит. Он, припав к груди Иисуса, сказал ему, Господи, кто это? Иисус отвечал, тот, кому я обмакну в кусок хлеба подам. И обмакнув кусок, подал Иуде Симону из Кариотов. И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему, что делаешь? Держи, делай скорее. Он, приняв кусок, в тот час вышел, а была ночью. КОНЕЦ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 И так Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием. Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им. Кого ищете? Ему отвечали. Иисус Аназорея. Иисус говорит им. Это я. Стоял же с ними Иуда, предатель его. И когда сказал им, это я, они отступили назад и пали на землю. Опять спросил их, кого ищете? Они сказали, Иисуса Аназорея. И Иисус отвечал, я сказал вам, что это я. Итак, если меня ищете, оставьте их, пусть идут. Да сбудется слово, реченное им, из тех, которых ты мне дал, и я не погубил никого. Симон же Петр, имея меч, извлек его и ударил первосвященнического раба и отсек ему правое ухо. Имя рабу было мал. Но Иисус сказал Петру, вложи меч в ножны. Неужели мне не пить чаши, которую дал мне отец? Тогда воины и тысяченачальник, и служители иудейские взяли Иисуса и связали его. За Иисусом следовали Симон Петр и другой ученик. Ученик же сей был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященнический. А Петр стоял вне, за дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел и сказал предвернице и ввел Петра. Тут раба предверницы говорит Петру, и ты не из учеников ли этого человека? Он сказал нет. Между тем рабы и служители, разведя огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Петр так же стоял с ними и грелся. Первосвященник же спросил Иисуса об учениках его, об учении его. И Иисус отвечал ему, «Я говорил явно миру. Я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил им. Вот они знают, что я говорил». Когда он сказал это, один из служителей, стоявших близко, ударил Иисуса по щеке, сказав, «Так ты отвечаешь первосвященнику». Иисус отвечал ему, «Если я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь меня?» Симон же Петр стоял и грелся. Тут сказали ему, «Не из учеников ли ты его?» Он отрекся и сказал, «Нет». Один из рабов первосвященнических родственник тому, которому Петр отсек ухо, говорит, «Не я ли видел тебя с ним в саду?» Петр опять отрекся и тотчас запел петух. Пилат вышел к ним и сказал, «В чем вы обвиняете человека сего?» Они сказали ему в ответ, «Если бы он не был злодей, мы бы не предали его тебе». Пилат сказал им, «Возьмите его вы и по закону вашему судите его, иудеи сказали ему, «Нам не позволено предавать смерти никого». Да сбудется слово Иисусова, которое сказал он, давая разуметь, какой смертью он умрет. Тогда Пилат опять вошел в приторию и призвал Иисуса и сказал ему, «Ты царь иудейский». Иисус отвечал ему, «От себя ли ты говоришь это? Или другие сказали тебе о мне?» Пилат отвечал, «Разве я иудей? Твой народ и первоосвященники предали тебя мне? Что ты сделал?» Иисус отвечал, «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то жители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеем. Но ныне царство мое не отсюда». Пилат сказал ему, «Итак, ты царь?» Иисус отвечал, «Ты говоришь, что я царь?» на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине всякий, кто от истины слушает глаз моего». Пилат сказал ему, «Что есть истина?» Сказав это, опять вышел к иудеем и сказал им, «Я никакой вины не нахожу на нем. Есть же обычай у вас в Пасху, чтобы я одного отпускал вам. Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Тогда опять закричали все, говоря, «Не его, но варава». Варава же был разбойник. Евангелие от Иоанна, глава девятнадцатая. Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его. И воины, сплесшие венец из терна, возложили ему на голову и одели его в багреницу и говорили, «Радуйся, царь иудейский!» И били его по ламетам. Пилат опять вышел и сказал им, «Вот, я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Тогда вышел Иисус в терновом венце и багренице и сказал им Пилат, «Се человек!» Когда же увидели его первоосвященники и служители, то закричали, «Распни! Распни его!» Пилат говорит им, «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу на нем вины». Иудеи отвечали ему, «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что он сделал себя сыном Божиим». Пилат услышал это слово, больше убоялся и опять вошел в приторию и сказал Иисусу, «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему, «Мне ли ты не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал, «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше, посему более греха на том, кто предал меня тебе». С этого времени Пилат искал отпустить его, иудеи же кричали, «Если отпустишь его, ты не друг кесарю, всякий, делающий себя царем, противник кесарю». И сказал Пилат иудеям, «Се царь ваш». Но они закричали, «Возьми, возьми, распни его». Пилат говорит ему, «Царя ли вашего распни?» Первосвященники отвечали, «Нет у нас царя, кроме кесаря». Тогда наконец он предал его им на распятие. И взяли Иисуса и повели, и неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобным, по-еврейски Голгофа. Там распяли его и с ним двух других по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал и надпись и поставил на кресте. Написано было «Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города. И написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. Первосвященники же иудейские сказали Пилату «Не пиши, царь иудейский, но что он говорит, я царь иудейский». Пилат отвечал «Что написал, то написал». Евангелие от Луки. Глава 23. Отозвав же двенадцать учеников своих, сказал им «Вот, мы восходим в Иерусалим и свершится все, что написано через пророков о Сыне Человеческом, ибо предадут его язычникам и поругаются над ним и оскорбят его». Евангелие от Матфея глава двадцать седьмая. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом «Или, Ильи!» «Или!» «То есть, Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые стоявших там, слыша это, говорили, «Илию зовет он». И тотчас побежал, один из них взял губку, наполнил уксусом и наложил на трость, давал ему пить. А другие говорили, «Постой, посмотрим, придет ли Илья спасти его». Иисус же опять возопил громким голосом и спустил дух. И вот завеса в храме раздралась надвое сверху донизу, и земля потряслась, и камни рассеялись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресенье его, вошли в святой град и явились многим. Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса в виде землетрясения, и все бывшие устрашились весьма и говорили «Воистину Он был Сын Божий». «Воистину erd Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА